Здравствуйте, это актуальное интервью в студии Евгения Баженко. У нас в гостях Евгений Наговицын, первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Мы будем говорить о государственной поддержке в республике предпринимательства и местного производителя. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Евгений, уважаемые телезрители. В республике завершаются отчеты правительства перед населением. Ваше министерство активно принимает в этом мероприятии участие. В каких районах Вы побывали, какие вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, с поддержкой волнуют наше население? Да, действительно, в настоящее время идет отчет правительства во всех улусах республики. Хочу отметить, что в этом году такие отчеты проводятся в 20-й раз, и мы единственный регион России, который проводит такие мероприятия. Я в составе рабочей группы под руководством Алексея Петра Николаевича, министра сельского хозяйства, принял участие в отчетах в Сунтарском и Валютминском районе. Население, конечно, ставит и вопросы, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов, и какие меры господдержки на сегодняшний день у нас имеются в республике по развитию предпринимательства и местного производства. Хочу отметить, что в последнее время мы видим, что темпы роста расходной части бюджета республики превышают темпы роста доходной части. В связи с этим руководством главой республики поставлена задача перед министерством именно создания благоприятного инвестклимата в республике, создания условий более развития для предпринимательства и бизнеса в целом. Какие у нас меры на сегодняшний день имеются? Какие меры поддержки финансовой имеются? Как я сказал, на сегодняшний день у нас имеется финансовая поддержка бизнеса, имущественная поддержка и образовательные курсы и иные меры господдержки. Если остановиться конкретно на финансовую поддержку, то у нас три вида финансовой поддержки. Во-первых, это займы по льготной ставке, во-вторых, субсидии для возмещения расходов предпринимателям, и в-третьих, это в виде гарантийного обязательства. По льготному кредитованию у нас поддержка предоставляется через фонд поддержки предпринимательства, это у нас льготное кредитование в среднем по ставке 6-8%. Фонд уже открыт, этот уже работает? Фонд поддержки предпринимательства у нас работает уже 10 лет, и фонд предоставляет у нас кредитование с поставки 6-8%, сумма займа где-то в районе до 3 миллионов рублей и сроком до 3 лет. А что нужно сделать предпринимателю, чтобы рассчитывать на займ из фонда? Какие документы оформить? У фонда есть свои требования по перечню документов. Можете более подробно обратиться конкретно в фонд развития предпринимательства, либо ознакомиться с этим перечнем документов на портале b14.ru. Это у нас республиканский портал бизнеса малой и средней предпринимательства. А можете я сказать, на какие суммы займов может рассчитывать предприниматель? Если говорить конкретно насчет фонда развития предпринимательства, то сумма до 3 миллионов рублей на соцсрок, до 3 лет на 3 миллиона рублей. Кроме этого, у нас принимаются меры по развитию местного производства. Это создание фонда поддержки местного производства на базе венчурной компании Якутия. Этот фонд будет работать, начнет свою работу в конце второго квартала этого года. И условия там будут следующие. Во-первых, это проект, который именно будет заниматься местным производством, либо предоставлением услуг. И будут выдаваться займы объемом до 40 миллионов рублей, сроком до 10 лет по ставке 6-8%. Вот этот фонд должен начать работать? Как осваиваться будут эти средства? Как я уже сказал… То есть, как контролироваться? Фонд будет создаваться на базе венчурной компании Якутия. В рамках данного общества у нас имеется инвестиционная комиссия. Инвестиционная комиссия рассматривает тот или иной проект. И решением Совета директоров принимается поддержкой того или иного проекта. Оценивать бизнес-план, наверное, да? Да, обязательно. А так, именно контроль реализации проекта, целевое использование будет у нас осуществляться комиссией и также общественным советом данного фонда. Когда завершится строительство инженерной инфраструктуры и туристского кластера «Северная мозаика»? В 2017 году, благодаря финансированию федерального бюджета и софинансированию с регионального бюджета, мы закончили строительство инфраструктуры «Северной мозаики», подведены дороги, газ, вода, водоотведение. То есть на сегодняшний день у нас там полностью все готово. Часть инфраструктуры. Инвесторы еще интересуются, как можно стать участником этого бюджета? Да, интересуются. И в прошлом году мы, например, два проекта уже там реализовали. В этом году планируется уже запуск этих двух проектов. А какие подробнее можно? Веревочный парк норвежский и скандинавские дома отдыха. Ну и в этом году еще планируется создание и менее десяти проектов на территории данного кластера. Какие механизмы поддержки предусматриваются для приобретения нового оборудования, новых технологий? Необходим? Насчет поддержки именно приобретения оборудования. Во-первых, совместно с корпорацией МСП в планах республики создать в этом году региональную лизинговую компанию. Сейчас проходит отбор среди регионов России по данному конкурсу. И пока республика успешно принимает участие. Но посмотрим, в ближайшее время станет известным итоги конкурса. И мы надеемся, что в этом году мы создадим такую компанию. Компания будет создана совместно с корпорацией МСП. И порядка с уставным капиталом планируется 2 миллиарда рублей. Компания будет выдавать оборудование в лизинг. Именно оборудование. То есть предприниматели будут брать у этой компании оборудование в лизинг? Да. И по-старски 6% годовых. Со сроком до 7-10 лет. Насколько это выгодно, вот такая ставка? На сегодняшний день это ставка. Скажем, в среднем у нас, например, банки, например, сегодня для субъектов малой и средней предоставляют кредиты по ставке 15-17%. То есть разница большая получается. Лизинг тоже примерно 12-15% годовых. То есть это ставки будут почти в два раза. А самой компании это выгодно такие ставки поддерживать? Да. Поэтому эта компания создается именно при участии государства. Поэтому такие ставки. Министерство взаимодействует? Ваше министерство с федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства? Министерство активно участвует и в тех программах, которые проводит корпорация МСП при поддержке Министерства эконом-развития Российской Федерации. В этом году, например, по итогам конкурса будет софинансирование со стороны Министерства эконом-развития тех мероприятий по госмерам на общую сумму 80 миллионов рублей. Это у нас и образовательные программы, и финансовая поддержка субъектов МСП, ну и имущественная поддержка. А какие образовательные программы? Образовательные программы мы проводим в рамках бизнес-школы республики. Это такие федеральные программы, как Азбука предпринимателя, Мамы предпринимателя, ну и другие образовательные программы. Также у нас в бизнес-школы проводятся курсы для начинающих предпринимателей. Так у нас еженедельно проходят такие курсы. Предприниматели активно участвуют в этих курсах, хотят учиться? Да, очень активно участвуют, хвалят такие программы. Но эффект есть от таких программ. Как-то расширять эти программы? Вы планируете новые направления? Да, мы ежегодно смотрим, анализируем по итогам, которые принимаются решения на планы на следующий год. Например, у нас не только в рамках бизнес-школы проводятся такие мероприятия, в том числе и в рамках деятельности технопарка Якутии, венчурной компании Якутии. У нас проводятся активно те или иные семинары, обучающие курсы по развитию именно инновационной деятельности. А скажите, в сельской местности как подходит обучение, поддержка, все-таки расстояния большие в республике? Да. Хочу начать с того, что у нас в каждом районе имеется свой представитель Центра поддержки предпринимательства, где каждый житель республики может получить бесплатно ту или иную консультацию, как реализовать свой проект. Какие меры господдержки на сегодняшний день имеются. И что касается именно курсов обучающих, да, ну, та же бизнес-школа у нас ежемесячно проводит выездные курсы по районам. У них имеется свой план. Согласно этому плану мы проводим бесплатные выездные семинары, курсы по районам. Какой у нас бизнес-климат в республике? Как вы его оцениваете? Ну, формирование благоприятного бизнес-климата, да, и в целом инвест-климата является одной из главных задач министерства, которые поставлены главой республики. Ну, по формированию бизнес-климата у нас ведется очень большой плац работы. Во-первых, это снижение административных барьеров, снижение налоговой нагрузки, ну, и меры господдержки. По административным барьерам у нас по 12 сельевым моделям ведется работа. Это такие виды, как снижение сроков по техприсоединению, по оформлению земельных участков, по присоединению к газам, к электрическим сетям, ну, и иные виды. Ваш руководитель непосредственный, да, министр, очень активно ведет работу в соцсетях, активный пользователь. Скажите, как вы оцените свою работу по привлечению инвестиций в республику, по повышению инвестиционного потенциала? Ну, по привлечению капитала из вне региона, да, Тут, во-первых, наша задача создать условия здесь, в республике. Что для этого делается? Во-первых, совместно с Минвостоком развития мы активно проводим работу по этому направлению. Так, у нас в республике созданы два территории приезжающего развития. Это территория приезжающего развития Южная Якутия, Кангаласы. В прошлом году, по итогам 2017 года, два этих наших ТОРа вошли в тройку лучших по своим показателям в Дальневосточном федеральном округе. Так, в рамках реализации ТОР Южной Якутии в прошлом году мы успешно открыли два новых ГОКа, Денисовский, Наглинский и ТОР Кангаласы. Это у нас 10 новых проектов. Спасибо, Евгений Алексеевич. Я напомню, это было актуальное интервью, в студии работал Евгений Баженко. Оставайтесь на нашем канале.